Обязательных минимальных социальных взносов в следующем году все же не будет. Так сегодня решил СЕЙМ. Зато увеличится налог для микропредприятий с 9 до 12 и 15 процентов в зависимости от оборота. Это решение расколола коалицию и работа над бюджетом 2017 создала еще небывалый в истории Латвии прецедент. Обязательных социальных взносов для работающих в следующем году все же не будет. Всего за 12 дней до Нового года, а значит до запланированного вступления в силу этой нормы, СЕЙМ поставил в вопросе точку и отказался от изменений, фактически признав свои же прошлые решения браком. Я могу только присоединиться к словам своей коллеги Солвиты Абултани, которую она произнесла на прошлом заседании. И извиниться за наш общий брак. Брак с большой буквы. Ну почему госпоже Винтеле так нравится приватизировать достижения и делить всю эту кашу, которую тут заварили? Пусть она сама берет и расхлебывает эту кашу как коалиция, а не говорит, что оппозиция виновата в том, что сделала коалиция. Но изменения будут и коснутся они микропредприятий. С 1 января налог для них вырастет с нынешних 9 процентов до 15. Те же, чей годовой оборот не превышает 7 тысяч евро, будут платить 12 процентов. Это задумка премьера Мариса Кучинскиса вместо минимальных социальных взносов. До сих пор единство ей противилось. Но сегодня партия все-таки сдалась. И депутаты почти в полном составе проголосовали за идею премьера. Мы пытались свои предложения дать такие, чтобы был компромисс по поводу микроналогов, чтобы те предприниматели, которые знали уже о чтении года, что будет изменение по поводу 5 процентов микроналогов и минимальной социальной платежи. Сейчас они в шоке, я думаю, потому что это происходит последние дни только. По словам главы фракции Единства Солвит и Абболтоня, они решили не расшатывать и без того не очень стабильную коалицию. Отметим, что и без единства голосов премьеру хватило бы. С самого начала на его стороне было согласие. В данном случае неважно было, какие у нас были партнеры или кто кому присоединился. Зеленые к нашему решению, так как мы давно уже протестовали против этих поборов. Или мы к ним, то есть это в данном случае мы шли по пути, который был бы понятен нашим избирателям. Согласие выступило как меценат для правящей коалиции, считает политолог Илга Крейтуса. К тому же, согласно Конституции, пока не приняты поправки к законам, которые идут вместе с бюджетом, нет и самого бюджета. По Конституции предназначается. Если бюджет не принят, правительство уходит в отставку. В принципе, правительство должно было уйти, поскольку бюджета на данный период до этого голосования, полного бюджета Латвии не было. И поэтому такая ситуация впервые, это определенный прецедент. Решение принято, но ненадолго. До лета правительство должно решить, что дальше делать с микропредприятиями и минимальными социальными взносами. Надеется решить все без спешки. Анастасия Дьякнова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение. Абагас-7 решал судьбу налога на микропредприятия. Некоторые предприниматели предпочли решить свою судьбу сами. С 24 ноября по 15 декабря служба госдоходов получила более 3000 заявок об отказе от статуса микропредприятий. Это примерно втрое больше, чем обычно. Один из тех, кто отказался от статуса, журналист Андрей Шаврей. Три-четыре года назад, когда я работал в газете «Телеграф», наш издатель перевел нас на гонорары. То есть там не было ни социальных, ничего. Буквально через пару месяцев я нашел другую работу, где мне платят социалку. Вот за эту осень у меня нулевые доходы микропредприятия. Я еще должен подумал платить эти социальные? За что? Пошел, закрыл. Продолжение следует...